Дамы и господа, здравствуйте! Мы начинаем вторую часть нашего курса, которая, впрочем, продолжает первую. И первой нашей темой будет такая немножко более сложная, более содержательная теория множества. А именно, мы с вами будем заниматься вещами, связанными с обобщением индукции на множество, ну, в некотором смысле, больше, чем натуральный ряд. Содержательная, можно сказать, что это некое такое представление бесконечных процессов, которые позволяют нам доказывать теоремы и так далее, относящиеся к очень большим множествам. Ну, давайте попробуем построить необходимую теорию, как вы, я думаю, уже заметили. В математике мы не можем просто помахать руками, сказать, ну, вот так и так, и вот, на этим и граничиться. Потому что наша интуиция, она, конечно, сильна, но у всех людей по-разному, и она может нас привести к ошибкам, поэтому мы должны построить какую-то логическую схему, которая была бы уже общепонятной. Поэтому начнем мы, ну, может быть, немножко издалека, но со временем, я надеюсь, все станет на свои места. Если вы позабыли, я вам рекомендую перед просмотром этой лекции посмотреть лекции про частичные порядки, потому что я буду свободно и без напоминаний оперировать такими понятиями, как супремум, минимум, линейный порядок и тому подобное. Итак, определение, с которого мы начнем, оно будет, может быть, немножко немотивированным, но смысл станет ясен позднее. Тем не менее, давайте уже сразу скажу нашу цель. Как мы помним, индукция у нас работала для натуральных чисел. А вот теперь мы хотим порядок натуральных чисел, на котором работала индукция. Как вы помните, индукция, она тесно связана с порядком, она имеет вот такую вот порядковую форму, что, как мы доказывали, что все n обладают каким-то свойством или принадлежат какому-то множеству. Один из способов это сделать был такой. Мы говорили, что наше множество прогрессивно, то есть для каждого натурального числа, если все меньшие натуральные числа попали в наше множество, то туда. Этого достаточно для того, чтобы само наше число туда попало. Если для каждого натурального числа это верно, то есть имеет место прогрессивность множества x, тогда мы с вами заявляли, что и все натуральные числа попадают в это x. Как видите, имеется тесная связь индукции с порядком. Мы хотим обобщить наш порядок натуральных чисел. Что же в этом порядке интересного? Чем он отличается от других? Ну, давайте заметим, какой он. Мы, конечно, понимаем, что он линейный. Мы понимаем, что есть наименьший элемент, нолик. Нет наибольшего элемента. Ну, и это, пожалуй, более или менее все, что мы вот так вот на первый взгляд можем сказать. Но, тем не менее, этот порядок обладает еще одним интересным свойством. Вот эта вот у нас форма индукции называлась принципом сильной или порядковой индукции. А еще у нас была другая форма индукции, принцип наименьшего числа, который нам говорил следующее, что для любого подмножества натурального ряда, если только оно не пуста, существует некий наименьший элемент в нашем иксе. То есть, вот на самом деле нас будут интересовать порядки, которые обладают вот этим свойством, которых в любом непустом подмножестве имеется наименьший элемент. Но, на самом деле, можно пойти немножко дальше и обобщить это свойство не только на линейные, но и на порядки, где могут быть несравнимые элементы. Сразу заметим, что мы хорошо знаем порядки, которые таким свойством не обладают. Например, вот целые числа. Здесь во всех целых числах наименьшего элемента нет. Или, например, если мы возьмем рациональные, заключенные между нулем и единицей. Не все рациональные, а вот только такие. Мы с вами видим, что хотя во всем этом множестве есть наименьший элемент 0, но неправда, будто в каждом его подмножестве есть наименьший элемент. Потому что, конечно, вот здесь есть подмножество 1, 2, 1, 3, 1, 4, где никакого наименьшего элемента нет. А вот нас будут интересовать такие порядки. Давайте, соответственно, дадим такие определения. Пусть у нас имеется некий чум А. И мы с вами говорим, что А фундирован. Вот этот порядок фундирован. Частично порядочное множество или просто порядок фундирован. Это означает следующее. Это означает, что для любого подмножества А, если только оно не пуста, у нас существует минимальный в смысле этого порядка элемент. Можно вот таким образом написать. То есть любое подмножество нашего А, не пустое, имеет какой-то минимальный элемент. Можно это переписать немножко по-другому, в виде вот такой вот формулы. для любого Х, принадлежащего А. Если существует такой Н, что он принадлежит Х, то существует также и такой М, этот самый минимальный элемент, который принадлежит Х, а и любой элемент, ну, скажем, для любого Л, принадлежащего Х, наш Л не меньше, не меньше, чем М. То есть, если у нас в Х есть какой-то Н, то существует такой М, тоже принадлежащий Х, что ни один элемент Х, не меньше нашего М. Вот. Ну, опять-таки, примеры. Собственно говоря, пока мы не богаты этими примерами, но мы список примеров будем расширять. Контр-пример – это, ну, например, целые, например, рациональные, даже не обязательно все, а вот может быть такой отрезок. В общем, контр-примеров тоже немало. Не вот. Очень хорошо. Ну, еще какие контр-примеры? Давайте сразу заметим, что порядок подмножеств, например, натурального ряда, он не является фундированным. Почему? Ну, потому что у нас есть семейство подмножеств, где нету наименьшего элемента. Ну, какое это семейство? Ну, возьмем натуральные, натуральные минус, там, я не знаю, минус первое натуральное число, да, натуральные минус второе, два первых натуральных числа, натуральные минус три первых натуральных числа и так далее. Как видите, здесь у нас получается такая строго убывающая цепочка и наименьшего, ну, то есть минимального элемента здесь нету. Это цепь, и в ней, конечно, минимальный элемент, если бы он был, был бы наименьшим. Вот, что это за понятие. Давайте проследим некоторые вещи, связанные с этой самой фундированностью. фундированностью. вот, раз мы начали с вами говорить об индукции, о принципе, наименьшего числа, наверное, между фундированностью и индукцией должна быть какая-то связь. Но, она действительно есть. Сейчас мы ее установим. Ну, а прежде, впрочем, давайте все-таки я приведу примерчик еще фундированного порядка. Он, впрочем, как вот и вот этот, вот будет линейным. Хорошо. Ну, вот, например, мы можем взять пары натуральных чисел и определить на них такой порядок, я его обозначу штрихом, который устроен следующим образом. Вот, мы с вами хотим сравнить две пары x, y и ab. давайте мы сравним эти пары вот как. Мы сначала сравним их вторые координаты в смысле обычного порядка натуральных. И если вторая координата второй пары больше, вторая координата какой-то пары больше, то и вся эта пара считается больше. Или же если это не так, то мы с вами сравним первые координаты. Если вторые координаты сравнить не удается, то есть они равны, ни одна из них, ни больше другой, то мы сравним первые координаты. Естественно, можно было бы начинать не со второй координаты, а с первой. Тут суть дела от этого совершенно не меняется. Ну вот, например, мы можем сказать, что пара 10 и 3, она больше в смысле нашего порядка, где бы поставить штрих, давайте, ладно, не буду так делать, значит, пара 10 и 3, она меньше пары 100 и 2. Почему? Потому что ну, только не 2, а там, не знаю, 4. Почему? Потому что пара с большей второй координатой, она сразу выигрывает, несмотря на первую координату, что бы там ни происходило. Ну, а если первые координаты у них, если у них вторые координаты одинаковые, то, конечно, выигрывает, ну, опять-таки, что-то нехороший пример. Вот так давайте, значит, если же у нас координаты одинаковые, вторые, то выигрывает пара с большей первой координатой. На что это похоже? Ну, на самом деле это похоже на сравнение слов в словаре, потому что какое бы слово ни было, если оно начинается с буквы А, оно точно будет стоять раньше того слова, которое начинается с буквы Б, что бы ни шло после первых букв. Вот если два слова начинаются с первых букв, с одинаковых первых букв, тогда мы сравним вторые и так далее. При этом там еще возможна ситуация, что слова разной длины и одно закончится прежде, чем другое. Но такой порядок называется лексикографическим, ну или по-русски словарным, мы его подробнее обсудим на семинаре, здесь мы видим частный случай, когда слова жестко из двух букв в алфавите натуральных чисел и сравниваем их с конца. Что мы можем сказать об этом порядке? Ну, прежде всего можно заметить, что он действительно является порядком, легко проверить и рефлексивность, но понятно, что если пары одинаковы, то у нас не может быть строгого неравенства ни между вторыми координатами, ни между первыми координатами. А транзитивность тоже легко проверяется, это простое упражнение. Почему это порядок линейный? По сути дела это опять-таки следует из линейности естественного порядка натуральных. Ну, в самом деле, возьмем две пары, значит, сравним их вторые координаты. Если они не равны, то одна из них больше другой, ну и, соответственно, пара с большей координатой больше. Если же вторые координаты равны, посмотрим на первые координаты. Если первые координаты равны, то и пары равны, значит, все нормально. Ну, а если они не равны, то одна из них больше и соответствующая пара тоже больше. Ну, и более интересное утверждение, оно состоит в том, что вот этот порядок, он является фундированным. Он является фундированным. Ну, почему это так? Давайте убедимся. Нам надо показать, что в любом непустом подмножестве пар имеется наименьший элемент. Ну, действительно, пусть у нас вот х это какое-то непустое подмножество таких пар. То, что нам нужно, так это найти там наименьший элемент. Отлично. Давайте найдем, возьмем все пары, найдем наименьший элемент среди вторых координат этих пар. Ну, то есть, вот мы можем рассмотреть множество их вторых координат. Вот все такие, скажем, бэшки натуральные, что пара б попала в наш х. Возьмем множество всех вторых координат. Ну, вот в этом множестве естественно есть наименьший элемент. Почему? Потому что оно не пустое, а порядок натуральных фундировок в смысле обычного порядка натуральных чисел мы можем взять здесь наименьший элемент, какой-то b нулевое. Ну, раз он наименьший, тем более он минимальный. Очень хорошо. А теперь мы будем сравнивать только те пары, у которых вторая координата как раз равна этому b0. то есть теперь мы возьмем наименьшее а такое, что пара а b0 лежит в нашем х. Ну, тогда мы видим, что пара а0 b0 она меньше любой пары с другой второй координатой, потому что у нее вторая координата наименьшая, и она меньше любой другой пары с такой же второй координатой по выбору первой. То есть ясно, что эта штука является наименьшим в смысле нашего лексикографического порядка элемента множества х. Ну, если наименьшим, то уж, конечно, и минимальным. Не каждый фундированный порядок, разумеется, является линейным. Это очень простой вопрос, на который мы можем легко ответить. Дело в том, что каждый конечный порядок является фундированным. То есть если у нас А конечный то такой порядок какой бы там ни был чум он все равно является фундированным. Ну, почему это так? На самом деле сейчас мы докажем теорему, из которой это будет совсем очевидно, но давайте вспомним, что у нас было. У нас была такая задача. В каждом конечном чум, ну, не пустом, есть минимальный элемент. Это достаточно просто, ну, потому что если минимального элемента нет, то у каждого элемента есть меньше, у того еще меньше, еще меньше, еще меньше, по принципу Дирихли, раз множество конечное, мы должны повториться, и получается, что элемент меньше какого-то элемента, который меньше самого, что противоречит транзитивности и рефлексивности. Ну, если в каждом конечном подмножестве есть минимальный элемент, то вот, собственно говоря, фундированности получается. конечно, если вы нарисуете совершенно от балды, какой бы то ни было конечный порядок, я здесь не рисую стрелки, которые должны быть по транзитивности, то хотите вы того или нет, а он обязательно будет фундированным. Какое бы подмножество вы его не взяли, в нем обязательно есть минимальный элемент. Но вот в этом подмножестве этот элемент даже наименьший. Если мы еще одну точку добавим, то окажется, что здесь есть два минимальных элемента. Вот такой и вот такой. Они минимальны в этом подмножестве. Вот. Ну, и еще одно замечание. Если вы помните, у нас была аксиома основания. или же аксиома фундирования в теории множества. Она была не про порядок, а про отношения принадлежности. Это отношение и рефлексивно. Собственно, аксиома фундирования об этом и говорит. И это отношение оно является не является, вообще говоря, транзитивным. Поэтому это непорядок. Но, тем не менее, понятие фундирности к нему вполне применимо. Если аккуратно написать эту аксиому основания, она будет утверждать, по сути дела, примерно то же самое, что в любом непустом множестве есть такой элемент, что в самом этом множестве нету элементов этого элемента. Он тупиковый. Не покидая наше множество, нельзя взять его элемент. То есть, эта вещь, на самом деле, тоже тесно связана, хотя я не буду углубляться в эту тему, чтобы, может быть, кого-нибудь не испугать. Ну, а теперь заявленная связь фундированности и индукции. Ну, она очень проста. Мы оформим все это дело в виде следующей теоремы. Пусть у нас имеется какой-то чум, а красивая. Тогда следующее условие равносильное. Ну, наш порядок фундирован. Не существует вот, кстати, тут мы можем вспомнить еще одну формулировку аксиомы основания. Не существует бесконечной убывающей цепи элементов нашего А вот такой вот. Типа А1 больше, чем А2 и так далее. АН больше, чем АН плюс А1. Такой бесконечной убывающей цепи не бывает. Ну, а что такое бесконечная убывающая цепь? Для тех из вас, кто уже почувствовал вкус к формальным определениям, я надеюсь, таких немало, мы можем это немножко более аккуратно переформулировать. Не существует такой функции из натуральных чисел ВА, которая вот строго убывала. Такой, что для любого Н Ф от Н больше, чем Ф от Н плюс 1. Такой вот функции не существует. Она же бесконечно убывающая цепочка. И третье условие равносильное это принцип индукции. Он у нас был в трех формах. Принцип наименьшего числа для натуральных чисел. Принцип математической индукции, принцип порядковой или сильной индукции. Здесь форм будет две. Скоро мы поймем, почему аналог принципа математической индукции, хотя и можно сформулировать для произвольного фундированного множества, но тем не менее он не подходит, является слишком слабым. Вот здесь у нас будет аналог принципа нашей порядковой или сильной индукции. Для любого х подмножество нашего а, если это подмножество прогрессивно, то тогда оно совпадает со всем а, ну или а туда включено. х совпадает совсем а, где прогрессивность понимается, ну, совершенно так же, как она понималась и ранее. Для любого n, из а, разумеется, а не из натуральных чисел, если все элементы меньше n уже попали в х, то тогда и n тоже попало в х. Вот, оказывается, эти три свойства эквивалентны. Ну, на самом деле, в одной из импликаций здесь, то ли из 1-2, то ли из 2-1, используется аксиома выбора. Это момент может быть не очень приятный, но, тем не менее, нам надо иметь в виду. А сейчас мы поймем, где аксиома выбора возникает. Итак, из 1-2 я хочу доказать, что если в каждом непустом подмножестве есть минимум, то не существует бесконечной убывающей цепи. другими словами, если бесконечная убывающая цепь существует, то найдется подмножество, где нет минимума. Ну, это, в общем-то, тривиально, даже не стоит на это тратить время. Здесь сказано, что существует бесконечная убывающая цепь. А здесь сказано, что есть подмножество без минимума. Ну, естественно, те элементы, которые стоят в этой цепи, они образуют это самое подмножество без минимума. Собственно, вот вот оно и есть. То есть, тут особенно тратить слова не стоит. Ну, или формально, если цепь для нас это вот такая вот функция, есть такая функция из натуральных ва, что для любого натурального метра сен, наверное, зря я н их назвал, ну, ладно, карте места. вот f от n больше, чем f от n плюс 1, то, конечно, у нас не может существовать минимального элемента в рейнче, в образе натуральных под действием этой функции. Естественно, тут минимального элемента нет, потому что если какой-то fn то минимальный, то f от n плюс 1 оно еще меньше. То есть это-то как раз очень просто. И аксиома выбора нам не потребовалось, то есть на самом деле аксиома выбора нам будет нужна вот только вот здесь, где из второго извлекается первое. Вот, давайте обратим на это внимание. Итак, из второго первое. Ну, формально нам с вами надо показать, что если не существует бесконечной убывающей цепи, то множество фундировано. Ну, или что то же самое, если оно не фундировано, то существует бесконечно убывающая цепь. Ну, если кто не понял, тут скобки существует. бесконечно убывающая цепь. Ну, неформально это опять-таки понятно, потому что если множество не фундировано, это что значит? Это значит, что существует его какое-то подмножество, которое не пуста, и в нем нету минимального элемента. Но если в нем нету минимального элемента, это в свою очередь что означает? Означает, что для любого n, давайте другие буквы все-таки возьмем, для любого a, которое принадлежит нашему x, существует y, принадлежащий нашему x уже такой, что y меньше, чем x, то есть ни один элемент не минимален, есть меньший. А как нам построить эту бесконечно убывающую цепь? Наше множество не пусто, это значит, вот там есть какой-то a0, y, ой, ой, извините, ну, давайте так, b, b меньше, чем a, вот, существует какой-то a0, и, в общем, идея понятна, мы берем a0, для каждого a0 берем какой-нибудь такое b, но вопрос в том, какое b брать, их же много, а нам надо построить бесконечную цепочку, вот в таком принципе, f от 0 это a0, а f от n плюс a1 это некоторое b, такое, что b меньше, чем f от n, ну, естественно, тут она, это аксиома выбора и нужна, тут аксиома выбора и нужна, но на самом деле, если вы помните, у нас была аксиома выбора в такой форме, зависимый выбор, dependent choice, который говорил как раз следующее, если r это какое-то отношение на множестве каком-то, там y, другие буквы везде возьмем, если r это отношение на множестве y, y не пусто и для любого а из y существует b из y такое, что это b оно, ну, не важно, как писать там отношение, такое, что a, r, b, то тогда существует функция, давайте g, что ли, назовем, из натуральных в наш y, такая, что у нас для любого натурального числа g n r g n плюс 1 ну, и, естественно, мы можем, ну, то есть, g от нуля, rg от единицы, rg от двойки и так далее, мы, по сути дела, применяя вот этот вот принцип зависимого выбора, он послабее, полный аксиомы выбора, применяет принцип зависимого выбора, мы с вами как раз получаем то, что хотим, то есть, формально, формально мы просто кладем в качестве нашего множества y, x, в качестве r мы кладем отношения, ну, не меньше, а больше, и тогда по принципу зависимого выбора, по принципу зависимого выбора, мы с вами получаем вот g, она же f, такая, что у нас f нуля больше, чем f к единице, больше, чем f от двойки и так далее, вот, мы можем просто шаг за шагом находить элемент меньшей данного, повторяя это как бы счетно много раз, мы получаем нашу цепочку, вот это вот зависит от аксиомы выбора, и даже можно обойтись принципом зависимого выбора, ну, на самом деле, эти подробности не критичны для нашего курса, если вы просто будете знать, что аксиома выбора тут нужна, этого будет достаточно, ну, и нам надо доказать, что принципы 2 и 3, 1 и 3, они эквивалентны, что фундированность, то есть наличие минимального элемента в каждом непустом подножестве равносильно принципу индукции, на самом деле, это доказать совсем несложно, но тем не менее, надо что-то угадать, надо что-то сообразить, это вещь, которая, ну, в общем, родственна тем рассуждениям, которые мы с вами проводили, доказывая равносильность принципа наименьшего числа и принципа сильной или порядковой индукции для обычного порядка натуральных. Ну, что же, дело-то не хитрое. Давайте докажем такое утверждение. Для любого подмножества нашего чума А имеет место следующее. У нас нету минимальных элементов в Иксе тогда и только тогда, когда прогрессивно дополнение Икса. А на самом деле это утверждение оно получается просто неким логическим переписыванием. Ну, смотрите. Но что значит, что у нас минимального элемента нет? это означает следующее. означает, что для любого А принадлежащего Иксу существует Б принадлежащий Иксу такое, что у нас Б меньше чем А. Ну, а что означает прогрессивность дополнения? Прогрессивность дополнения означает, что для любого Н, другие буквы возьмем, из нашего А, да? Если у нас все числа меньшие, все элементы меньше, чем Н, они принадлежат дополнению, то тогда и дополнению принадлежит наш Н. Итак, давайте сделаем простое логическое преобразование. Но мы ведь с вами знаем, что вообще импликация Альфа влечет Бета, она логически эквивалентна импликации не Бета влечет не Альфа. Это так называемая контрпозиция. Давайте под квантером сделаем эту контрпозицию. Значит, тут будет написано, что Н не принадлежит дополнению Х, и это влечет что? что неверно, что для любого М меньшего Н, М принадлежит дополнению Х. Продолжаем расписывать это дело. Получается, что для любого Н, принадлежащего А, если Н не принадлежит дополнению, Н ЖВА, значит, где Н? Это то же самое, что Н принадлежит Х. Отсюда следует, что неверно, что для любого М меньшего Н. Это как понимать? Это значит, что найдется М меньше Н такое, что неверно, что у нас М принадлежит дополнению Х. Ну, опять-таки, мы можем это переписать вот в таком виде. Для любого Н, принадлежащего А, если Н попадает в Х, то существует М меньше, чем Н, такой, что М попадает в Х. Смотрите, по сути дела, здесь написано то же самое. Здесь сказано, что у любого элемента Х есть меньший, а здесь сказано то же самое, но чуть более прихотливо. Для любого элемента А если этот элемент еще попадает и в Х, но ведь Х это подмножество А, и поэтому условие попадать в Х, оно уже заведомо влечет условие попадать в А. Поэтому, если расписать, то можно заметить, что это эквивалентно вот чему. Для любого Н, принадлежащего Х существует число, существует элемент М, который меньше Н и лежит в Х. Но это можно переписать и по-другому. Вот этот М, он и меньше Н и лежит в Х. Можно сказать, что существует М, лежащий в Х, который меньше Н. Ну и мы видим, что это то же самое. Тут простые логические преобразования. Давайте еще раз их неформально повторю. Дополнение Х прогрессивно это значит, что после контрпозиции это значит, что если какой-то элемент попал в Х, то есть меньше его, который тоже в Х. то есть для любого элемента из Х есть меньше его. Это и означает, что в Х нету минимального. После того, как мы доказали это утверждение, то, что нам нужно, совершенно тривиальным. В самом деле, условие 1 означает, что в каждом подмножестве А, если только оно не пусто, в нем существует минимальный элемент. Да? Но опять-таки мы можем сделать контрпозицию. Это значит, что для любого Х из А, если в нем нет минимального элемента, то оно пусто. Так, но по нашему утверждению, вот эта штука эквивалентна тому, что дополнение прогрессивно. То есть эквивалентным образом для любого Х из А, из того, что прогрессивно дополнение, следует, что Х пуст, но Х пустой, это то же самое, что сказать для подмножества, что дополнение совпадает со всем А. Ну, а дальше смотрите, дальше совсем уж ничтожный трюк. Если это для всех Х верно, но мы можем в качестве Х подставить дополнение Х, правильно? И дополнение дополнение это сам Х. Получается, что для любого Х из А в обратную сторону вместо Х подставить дополнение тоже. Ну, да. Получается, что из прогрессивности Х получается, что Х равно А. Ну, еще раз. Если это верно для всех Х, то подставляете вместо Х дополнение, получаете вот это. И в обратную сторону та же подстановка, только еще надо заметить, что дополнение равно Х. А это есть буквально наше свойство 3. Итак, совершенно не напрягая мозг, мы доказали, что первое и третье свойства являются равносильными. Итак, мы доказали такую теорему, что для фундированного множества справедливо вот такое вот свойство. обратно, если свойство справедливо, то порядок является фундированным. Вот это утверждение, оно называется принцип трансфинитной индукции. Видите, какие страшные слова. но на самом деле трансфинитная финис это конец, то есть индукция, которая перехлёстывает через некий конец, а именно как бы конец натурального ряда, это просто принцип индукции для произвольного фундированного множества. Итак, это принцип трансфинитной индукции. Но мы будем активно пользоваться. Итак, то, что мы по сути дела доказали, так это то, что для фундированного множества применима индукция вот в такой вот форме, чтобы доказать, что все элементы фундированного чума обладают каким-то свойством, лежат в каком-то х, достаточно установить прогрессивность этого х. ну, а теперь достаточно поработав с фундированными множествами, я предлагаю дать еще одно определение, и теперь мы будем рассматривать, и в дальнейшем в основном только их, мы будем рассматривать фундированные линейные порядки. Итак, определение. Чум А красивая, называется вполне упорядоченным множеством, вполне упорядоченным множеством, сокращенно вум, сравните, в умный как в утка, ну, или утка, вот, значит, этим мы будем сокращением постоянно пользоваться, если выполнены две вещи, это линейное упорядочение, и оно фундировано, то есть, вполне упорядоченное, вполне упорядоченное, это фундированное линейное упорядочение, ну, как мы видели, естественные примеры, связанные с натуральными числами, это вполне упорядоченное множество, ну, а уже менее естественные примеры фундированных порядков, такие, как вот Конечные, произвольные, они могут быть и нелинейными. Бывают, разумеется, и бесконечные, фундированные, но нелинейные порядки. На самом деле ничего не стоит такой построить. Например, возьмем целые числа и еще одну копию целых чисел, которые не будет с ними сравнима. Но, естественно, такой порядок является бесконечным, нелинейным и нефундированным. Но к этому мы вернемся позже, к таким конструкциям порядков. И сейчас наша цель – это поближе познакомиться с элементами вполне упорядоченных множеств. Итак, теорема. Пусть у нас есть непустое ВУМ. Непустое – значит, а непустое. И у него есть какое-то там подмножество В. Тогда я утверждаю следующее. Все это очень и очень важно, поэтому прошу внимания. Во всем нашем ВУМе обязательно есть наименьший элемент. Он обозначается ноль с индексом А. Ну или просто ноль, если понятно, о чем идет речь. По аналогии с натуральным рядом. В любом ВУМе есть наименьший элемент. Почему это так? Потому что он фундирован, значит, там и не пуст. В нем есть минимальный элемент. А для линейного порядка минимальный и наименьший – это совпадающее понятие. Значит, он же и наименьший. Да, дамы и господа, впредь, так как я буду говорить о ВУМах, я слова минимальные и наименьший буду употреблять в перемешку. Поэтому, пожалуйста, будьте к этому готовы и не шокируйтесь. Вот. Далее. Что мы еще можем сказать? Если вот наше В... Чем я, кстати, вот сюда вынес? Это, пожалуй, лишнее. Если В – это какое-то не пустое подмножество нашего ВУМа, то у него существует инфиму, то есть наибольшая нижняя грань. У любого не пустое подмножество существует наибольшая нижняя грань. Третья. Если наше подмножество вообще ограничено... Если наше подмножество вообще ограничено сверху, если у него есть какая-то верхняя грань, если есть, напомню, В с верхним треугольничком – это множество всех верхних граней, то есть точек, которые больше всех, больше равны каждому элементу из В. Если у него есть какая-то верхняя грань, то существует и наименьшее среди этих верхних граней. И четвертое свойство, которое для нас сейчас является самым важным. Если у нас Х – это элемент А, такой, что кто-то его больше, то существует Единственное... Давайте это в Z переименую. Существует единственный такой элемент Y в А, который сам по себе больше, чем Х, и для любого Z, который больше, чем Х, наш Y, его меньше или равен. То есть что такое Y? Y – это наименьший элемент А, который больше, чем Х. Наименьший элемент, который больше, чем Х. Вот это одно из ключевых понятий. Такой Y называется последователем называется последователем элемента X. Пишут вот так. Y равен X плюс 1. Обратите внимание, у нас нет никакой единицы и никакого сложения пока тоже нет. Последователь – это наименьший элемент большей данного. То есть это такой Y, который больше Х, принадлежит множеству всех больших, и вместе с тем он является наименьшим в этом множестве. Любой элемент больше Х больше или равен нашего Y. Если вы возьмете обычный последователь, в смысле прибавления единицы к натуральному числу, он обладает как раз этим свойством. Ну, давайте доказывать. Пункт 1 мы на самом деле уже прокомментировали. Пункт 2. Если множество не пустое, то у него существует инфимум. Ну, почему? Это достаточно просто. Дело в том, что у нас раз B не пустое, то существует наименьший элемент. Я буду писать мин. Это здесь и далее обозначает одно число. Наименьший элемент. Потому что наименьший, минимальный, это совпадающие понятия для линейных множеств. Это уже не подмножество, а один элемент. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Значит, существует наименьший элемент нашего B, если оно не пустое. Но этот наименьший элемент, он, конечно, меньше или равен всех элементов B. Ну, а значит, он является нижней гранью. И, конечно, он является наибольшей среди всех нижних граней, потому что он сам принадлежит B. Естественно, что этот мин B, он сам является, он является как элементом B, так и одной из нижних граней. Значит, как элемент B, он больше или равен всех нижних граней. Поэтому он является наибольшей нижней гранью. Инфимум – это просто наш наименьший элемент. Мы это обсуждали, уже говоря о порядках, что если во множестве есть наименьший элемент, он является его инфимумом. Третье. Если есть какая-то верхняя грань, то есть наименьшая верхняя грань. Ну, это опять-таки просто. Нашим супремумом является наименьший элемент в множестве верхних граней. Оно не пуста. Значит, у него есть наименьшие элементы. Вот наименьшая верхняя грань по определению. Это и есть супремум. Ну, и четвертое свойство. Что является вот таким вот Y? Ну, то, что Y единственен, это очевидно, потому что он наименьший элемент некоторого множества. Ну, только какого? Ну, вот множество тех элементов, которые больше нашего X. А это множество, оно по условию не пустое. Значит, последователь – это наименьший элемент большей данного. Если у элемента есть больший, то есть и наименьший с таким свойством. Наименьший большей данного. Он-то и называется последователем. Не каждый порядок, где есть последователи, является фундированным. Ну, например, в целых числах у каждого элемента есть наименьший больший него. Это N плюс 1 в смысле обычного прибавления единицы. В рациональных числах последователей нет. Ну, почему? Потому что если у нас есть X и если есть какой-то Z, который больше, чем X, то мы всегда можем взять элемент, который меньше, чем... Если есть какой-то Y, который больше, чем X, мы можем взять Y1, который будет тоже больше, чем X, но меньше, чем Y. Y2, который между X и Y1, Y3, который между X и Y2. И таким образом, в множестве больших, чем X элементов, наименьшего нет. То есть, в порядке рациональных чисел, например, последовательней не бывает. А в каждом вуме у любого элемента, у которого есть кто-то больший, есть последователь. Очень хорошо. Так. Ну и, наверное, последний пункт нашей, хотя нет, может быть, еще и так. Давайте резюмируем. Мы доказали, что в вуме имеется всегда наименьший элемент непустом, что у любого непустого подмножества есть наибольшая нижняя грань, это его наименьший элемент. У любого ограниченного сверху подмножества есть супремум. И, в частности, если у нас элемент имеет больший него, то отсюда следует, что у него есть наименьший, больший его, называемый последователем. Вот эти последователи штука весьма и весьма важная. Как же устроены элементы вумов? мы сейчас убедимся, что эти элементы обязательно принадлежат одному из двух или трех как считать классов. Ну, пусть их будет три. Вот в натуральных числах мы с вами видели элементы двух видов нолик и все остальные. Чем нолик отличается от остальных? Ну, тем, что нолик не является ничьим последователем, тогда как каждое натуральное число больше нуля является последователем некоторого другого натурального числа. Но вот оказывается вообще в умах бывают элементы и некоторого третьего рода, которые и не последователи, и вместе с тем они не ноль. Что же это за элементы, откуда они берутся? Проще всего понять, что это такое, если попытаться в умы порисовать. Ну, вот, допустим, натуральные числа, это в умы сомнений в этом никаких нет. А представьте себе, что мы к натуральным числам приписали еще одну точку, которой я ее тут справа рисую, считается большей каждого натурального числа. То есть мы изменили наш порядок, добавив к нему бесконечно много стрелок, которые ведут вот в эту омегу. Так что омега больше каждого натурального n. Спрашивается, будет ли такой порядок линейным? Ну, безусловно, на натуральных был линейный порядок, и мы добавили омегу, которая со всеми сравнима. Будет ли такой порядок фундированным? Опять же, безусловно, потому что бесконечно убывающая цепочка тут может быть, в натуральных ее нет. А если эта цепочка включает в себя омегу, то уже следующий за омегой ее элемент лежит в натуральных, ну, и значит, дальнейший хвост бесконечной цепочки должен быть в натуральных, чего быть не может. Значит, это фундированный линейный порядок, иначе говоря, вум. Такой вум, кстати, обозначается N, ну, вот, в смысле, большое натуральное N, плюс 1. Мы, впрочем, с этим разберемся чуть позже. Но давайте посмотрим на элемент омега. Является ли он нулем, то есть наименьшим? Ну, ёжику понятно, что нет, какой же он наименьший. А является ли он чьим-либо последователем? Нет, нет, и ещё раз нет. Для любого натурального числа наша омега не есть его последователь. Почему? Ну, хотя омега и больше каждого натурального числа, но она не является наименьшим большим элементом, потому что у нас есть элемент, который больше, чем n, но тем не менее меньше омега. Омега и не последователь, и не наименьший элемент. Вот такие элементы называются предельными, и они играют выдающуюся роль. Почему он предельный? Ну, на самом деле он предельный в так называемой порядковой топологии, но это и без всякой топологии ёжику понятно, что он предельный. Смотрите, вот к нему как бы сходится последовательность n, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3, она бежит, бежит, бежит к нему, достичь его не может, но он является ее пределом. Почему? Ну, потому что можно сказать, что, ну, скажем так, он является супремумом этой последовательности. Ну, и вот на этом-то мы и сыграем. Сейчас мы дадим соответствующий определение. Прежде всего хорошее обозначение. Вот пусть у нас уже какой-то ВУМ фиксирован. Определение. Ну, вот так вот мы будем обозначать просто множество всех таких элементов нашего А, которые меньше, чем Х. Ну, Х – это тоже какой-то элемент А. Отрезок от нуля до Х. Ну, вот, например, в натуральных, если у нас порядок натуральных, что собой представляет отрезок от нуля до нуля? А ничего, пустое множество, точнее сказать. что собой представляет отрезок от нуля до пяти? Это все натуральные числа, меньшие, обратите внимание на строгое неравенство пяти. Ноль, один, два, три, четыре, пять. Это как раз то самое множество, пять подчеркнутое, которое у нас фигурировало. Но это, конечно, не случайность. Вот. А вообще мы для произвольного введем такое очень наглядное обозначение. Итак, что же значит, что элемент предельный? Определение х. Пусть у нас х это элемент а, да? Х называется предельным в нашем вуме. Если х во-первых, это не ноль, не наименьший элемент, и во-вторых, х равен супремуму всех, множества всех меньших. Вот это, может быть, выглядит немножко дико, но на самом деле это самое естественное выражение его предельности. Он равен супремуму, то есть пределу множества всех меньших элементов. Давайте опять-таки поиграем с натуральными. Ну вот, если мы взяли такое множество, 0, 1, 2, 3, 4. Вот, есть ли здесь супремум? Это множество конечное, в нем есть наибольший элемент четверка. Он-то и будет супремум. То есть, супремум вот этого множества у нас является что? У нас является его наибольший элемент. Ну, я говорю, что мин-макс я теперь употребляю не для множества всех минимальных, максимальных, а для просто наибольшего, наименьшего элемента, для простоты. То есть, это получается четверка. Четверка, но не пятерка. Значит, какой же отсюда вывод? Значит, пятерка непредельной в натуральных числах. Ну, и на самом деле ни один элемент в натуральных числах не является предельным. Но, единственно, интересен случай нуля. Что является супремум вот этого множества? То есть, супремум пустого множества. Это наименьшее число, которое больше или равно всех элементов пустого множества. Любое натуральное больше или равно всех элементов пустого множества. То есть, это будет просто вот наименьшая верхняя грань пустого множества, то есть, просто наименьшее натуральное число, то есть, ноль. Мы видим, что вот это условие для нуля выполняется. Ноль похож на предельные, и в принципе ноль можно было бы и считать предельным, но только это такой предел, к которому никакая последовательность не сходится. Он как бы такой тривиальный предел сам по себе. Поэтому мы предпочли ноль выбросить из списка предельных элементов искусственно. Итак, значит, х предельный, если х не равен наименьшему элементу, но равен супремому множеству всех меньших. В таком случае для предельных элементов мы вводим обозначение. Х принадлежит множеству всех предельных элементов. Ну и сразу, если нам вдруг ноль занадобится, мы введем такие предельные со звездочкой. Это все те же, но еще и ноль. Ноль с индексом А – это наш обычный ноль, просто я иногда для ясности буду писать индекс. Что же мы с вами имеем сказать о предельных элементах? А вот что. Оказывается, предельный элемент можно по-другому определить. Три определения предельного элемента. Ну, все, что здесь сказано, оно имеет силу и для нуля. Поэтому я и так в общем виде напишу. Для любого х из А следующее условие. Итак, мы с вами хотим доказать равносильность вот этих трех свойств. Первое, как я уже говорил, означает, что наш х – это наименьший элемент, который больше всех меньших его. Второе означает, что он не последовательней чей. И третье наиболее полно отражает идею предельности. Наш элемент нельзя достигнуть из меньшего, последовательно беря последователь. То есть, если у нас был у, к нему прибавили единицу, взяли последователь, прибавили двойку и так далее. Сколько бы мы ни трудились, мы нашего х не сможем таким образом достигнуть. Выводим из первого утверждения второе. Итак, пусть у нас х действительно супремум множества всех меньших элементов. И при этом давайте от противного предположим, что у нас существует у такой, что его последователь является х. Наша задача, естественно, получить противоречие в таких условиях. Я утверждаю, что у в таком случае является верхней гранью множества элементов меньших икса. Ну, почему? Пусть у нас какой-то у действительно меньше икса. Тогда, в силу линейности, в силу линейности нашего порядка, мы с вами можем сказать, что вот это у, оно либо же больше у, либо же у больше или равен, чем наше у. Ну, естественно, первое – это то, что нам нравится. Мы хотим доказать, что у больше или равен каждому элементу меньшего х. А вот отсюда следуют разные проблемы. Давайте вспомним, что такое последователь. Последователь – это наименьший элемент, больший данного. Вот этот вот х плюс 1, ну или там у плюс… Последователь – это наименьший элемент, больший данного. То есть, смотрите, если у больше, чем у плюс 1, то последователь у меньше или равен, чем у. Но с другой стороны, последователь у – это х. Получается, что х меньше или равно, чем у, а у меньше х. Естественно, такого быть не может. Таким образом, мы доказали, что у больше или равен каждому элементу этого множества, то есть, является его верхней гранью. Но с другой стороны, у строго меньше, чем у плюс 1, он же х. А х – это наименьшая верхняя грань нашего множества. То есть, смотрите, мы нашли верхнюю грань, которая меньше, чем наименьшая верхняя грань. Такого, естественно, быть не может. Противоречие. Вот. Далее. Теперь выведем из второго свойства третье. Нам надо доказать, что если наш элемент не является последователем, то последователь любого меньшего элемента тоже меньше. Ну, это совсем просто. Пусть у нас действительно у меньше, чем х. Но что это означает? Это означает, что х больше или равен последователе у. Почему? Потому что последователь у – это самый наименьший элемент, который больше у. Значит, у плюс 1 меньше, равно чем х. Ну, в общем, этот прием мы видели для натуральных чисел. Он, собственно говоря, никак не меняется. Но, конечно, у нас у плюс 1 не равно х. Чего? Ну, собственно говоря, по свойству 2. Мы предположили, что наш элемент не является последователем. Значит, у плюс 1 может быть только меньше х. Итак, и это мы доказали. Остается только из третьего свойства вывести первое. То есть, нам надо показать, что если х недостижим путем последовательного взятия последователей, то он является супремумом множества всех меньших. Итак, из третьего выводим первое. В этом случае нам дано, что для любого у, меньшего, чем х, у плюс 1 тоже меньше, чем х. Мы хотим доказать, что х – это наименьшая верхняя грань такого множества. Но очевидно, что это просто верхняя грань. Ясно, что х, конечно, больше или равен всех элементов, которые его строго меньше. Мы хотим доказать, что это наименьшая верхняя грань. Но давайте допустим, что z – это какая-то верхняя грань. И сравним ее с х. Ну, тогда возможны два случая. Либо действительно наша верхняя грань больше или равна z, что нас бы вполне... Больше или равна х, что нас вполне бы устроило. Мы хотим доказать, что х – это наименьшая среди верхних граней. Либо же z меньше, чем х. Но если z меньше, чем х, то, применяя данные нам утверждения, мы получаем, что тогда и z плюс 1 меньше, чем х. А значит, у нас z плюс 1 принадлежит вот этому вот множеству. А как мы помним, z является его верхней гранью. Отсюда следует, что z больше или равно, чем z плюс 1. Что, конечно же, влечет противоречие. То есть, правая ветка невозможна. Может быть только так, что х меньше или равен, чем z. Это для всех верхних граней. Таким образом, наш х является не просто какой-то верхней гранью, но и наименьшей верхней гранью. Он меньше или равен любой верхней грани. То есть, является супремовым. Итак, мы с вами доказали нашу теорему. Что, из которой вытекает, что предельный элемент, это такой, который не равен нулю, и при этом равен супрему множеству всех меньших, или эквивалентно не является ничьим последователем, или эквивалентно он таков, что последователь любого меньшего все еще меньше. Ну и, по сути дела, отсюда получается такая полезная трихотомия, что любой элемент – это либо последователь, либо ноль, либо предельный. Ну почему? Потому что если он последователь, он уже точно не ноль и не предельный. Если он предельный, он точно не последовательный. Следствие. Для любого элемента нашего ВУМ верно ровно одно из трех. Х – это предельный, или х – это последователь чей-либо, или х – это предельный элемент. Любой элемент – это ноль, наименьший, последователь или предельный. Ну и последнее утверждение нашей сегодняшней лекции, оно вот каково. Это так называемая теорема о строении элементов ВУМ. Сейчас мы немножко обобщим наше соображение. Но прежде чем это делать, давайте формально определим вот такие вот штуки. х плюс 0 – это будет х, а х плюс n плюс 1 – это последователь х плюс n. То есть, иначе говоря, мы с вами ввели такую функцию, которая последовательно берет последователь элемента. Блин, что х плюс 3 – это последователь последователя последователя х. Разумеется, в какой-то момент этот последователь может быть неопределён. Ну, на самом деле нам это не помешает. Итак, теорема. Любой элемент нашего ВУМа он однозначно представляется в следующем виде. Для любого элемента нашего ВУМа существует единственная пара yn где y – это предельный элемент нашего ВУМа или ноль, а n – это натуральное число, что это единственная такая пара, что х – это y плюс n. То есть, как это произнести словами? Каждый элемент нашего ВУМа я напоминаю, у нас был фиксирован некий ВУМа красивая, однозначно представляется в виде н-кратного последователя какого-нибудь предельного элемента или нуля. Это означает, что совершенно любой ВУМ устроен следующим образом. Там где-то как-то идут предельные, они тоже могут быть упорядочены так, что и у них будет предельный. Ну, а дальше все остальные элементы получаются из предельных взятием последователя какое-то конечное число раз. То есть, любой ВУМ состоит из кусочков равномочных натуральному ряду, кроме, может быть, последнего концевого кусочка, который может быть меньше натурального ряда. например, если там вот какой-то предельный есть, а после него, скажем, только один или два или ни одного элемента. Ну вот, давайте это докажем. Итак, тут есть сложная часть и простая. Сложная часть – это теорема существования, что такая пара существует. Ну, в самом деле, если х равно нулю, то, конечно, х равен ноль плюс ноль. В том смысле, что ноль – это натуральная, и с другой стороны, вот у нас наименьший элемент, нолик, он принадлежит вот этому множеству предельных в широком смысле. Давайте допустим, что наш х больше нуля. Он не наименьший. Рассмотрим вот такое множество с. Что это такое? Это ровно все такие z, из которых наш х можно получить какое-то положительное число раз, беря последователь. То есть, это все такие элементы, из которых наш х можно получить, взяв последователь сколько-то раз. На самом деле, это не означает, что это множество обязательно не пусто. Оно может очень даже быть и пусто. А именно, если с пусто, то в частности единице не принадлежит с. То есть, у нас для любого z z плюс 1 не равно х. А значит, наш х является предельным элементом. Предельный элемент, естественно, представим, видя он как предельный. В качестве y берем х. Он как предельный плюс 0. А тут мы в качестве y и n взяли нули. ну, а если c не пустое, то, как обычно, во вполне упорядоченное множество, видя не пустое множество, мы берем его наименьший элемент. То существует некое z нулевое, который является наименьшим элементом нашего c. Таково же это z нулевое. Я хочу сказать, что z нулевое не является чьим-либо последователем. Почему? если z нулевое было бы каким-то последователем, если бы оно было бы равно последователю какого-то z1, то у нас получилось бы, что наше x кстати, отсюда следует, что существует k0, вот такое, что наше x это z нулевое плюс k нулевое. Тогда бы у нас получилось, что x это z1 последователь один раз плюс k раз последователь. Ну, легко доказать, что это бы означало вот такое вот хозяйство. То есть отсюда бы следовало, что z1 принадлежало бы множеству c, при том, что z1 меньше, чем z0, который является наименьшим элементом c. Противоречий. Естественно, так быть не может. Значит, это не последователь, а либо 0, либо предельный элемент. Ну, и соответственно существование доказано. Тогда мы в качестве y берем вот наш z0, в качестве n мы берем натуральное число k0, и видим, что x равен z0 плюс k0, y плюс n. Таким образом существование доказано. Ну, остается доказать единственность. Допустим, у нас есть две какие-то пары. Существует y1, y2, которые являются предельными в широком смысле элементами. Существует n1, n2, натуральные числа, такие, что наш x является n-кратным последователем y1, и также он является n 2-кратным последователем y2. Давайте попробуем понять, в чем же здесь дело. Ну, на самом деле, я прежде всего замечу, что n1 должно быть равно n2. Почему? тут полезно воспользоваться таким простым утверждением, что если a плюс 1 равно b плюс 1, то a равно b. Если последователи равны, то сами элементы равны. Доказывается это тривиальным образом из линейности. Иначе без ограничения общности, но если два элемента вума не равны, то один больше другого. Но если a больше чем b, то a больше или равно чем b плюс 1, потому что b плюс 1 последователь это наименьший элемент больше чем b. Получается, что a больше или равно чем a плюс 1. То есть a больше чем a противоречия. Ну и в качестве следствия, которое легко доказывается по индукции, просто по натуральным числам, мы получаем, что если a плюс n равно b плюс n, то тоже a равно b. Если у нас n раз, нам надо снять последователя, то мы можем тоже это проделать. Поэтому давайте поступим следующим образом. если n1 не равно n2, то без ограничения общности опять-таки n1 больше чем n2. Ну тогда применяя наше следствие, мы можем n2 раза снять последователь и получить такую ситуацию. y1 плюс n1 минус n2 это натуральное число больше нуля равно y2. Но получается, что вот этот вот элемент предельный в широком смысле, а с другой стороны он равен последователю чего-то. это у нас какой-то z плюс 1 это последователь. Естественно, это влечет противоречия. значит, не может так быть, чтобы n1 и n2 они были бы различными. Значит, 1 равно n2. Тогда по тому же самому утверждению звездочка мы видим, что y1 равно y2. просто снимаем вот этот вот последователь. Итак, наша пара y1 n1 она совпадает с парой y2 n2. Теорема доказана. Ну, это немножечко похоже на теорему отделений с остатком, но на самом деле все-таки немножко от нее отличается. Это теорема отделений с остатком ВУМа на натуральные числа. Смысл этих слов мы уточним, когда у нас возникнут арифметические операции над ВУМами. Ну, и краткое резюме вот этой вот теоремы. Итак, мы с вами доказали, что каждый элемент ВУМа, который не возьми, однозначно представляется в виде предельного, в виде n-кратного последователя какого-нибудь предельного элемента или нуля. Это очень важный факт о ВУМах, который сообщает нам о них кучу всяких вещей. Благодарю за внимание. До свидания.